Я, по-моему, никогда не показывала вам обувные магазины. Вот здесь, пожалуйста, Шуззон. Вот такой магазин. Очень распространенный. В Англии их полно, в каждом городе. Я не хотела даже сюда заходить, потому что это просто тихий ужас. Какая страшная здесь продается обувь. И не знаю, кто здесь покупает, потому что это просто невозможно. Когда-то я тут что-то себе находила, выискивала, покупала. Кстати, вот такие вот у меня были ботиночки. Они неплохие, тепленькие, легкие, искусственные. Конечно же, все у них здесь. 20 фунтов они стоят. Ну и дальше, посмотрите. Это я зашла в женский отдел. Обувь вот такая. Может быть, кому-то интересно, посмотрите. Это все кожзаменитель, конечно же. И вот наверху цена 25 фунтов. Вот эти, прощай, молодость. Замшевые 13 фунтов. Если вы думаете, что что-то лучше здесь бывает, когда нет рождественских этих распродаж, как сейчас, видите, кругом распродажи, скидки, то ничуть не бывало здесь и летом. Такая же жуть. Такая же убогость. Может быть, поэтому я вам и не показывала. Ну, вы знаете, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но я, например, черную обувь вообще не люблю. Ну, для мужчин бы еще ладно. Ну, вот, кстати, здесь вот эти остались еще сандали из летней коллекции. Ну, и посмотрите, какое здесь все китайское барахло. Представляете, понимаете, да? Вот, по 10 фунтов. Вот там 14 фунтов. Когда-то мне нравились вот эти, такие очень удобные. Но я их покупала красные, бежевые. И, по-моему, даже у меня были сиреневые. А здесь они опять почему-то черные. Что произошло, не знаю. Что вы думаете по поводу вот этой всей неописуемой красоты? Вот здесь детские сандалики. Цена на них. Ну, и покажу вам скидку. Вот было 30 фунтов, стало 18. Вот такие вот. Ой, они очень легкие. Но это же все опять искусственное вообще. Тарахтит, как пластмасса. 18 фунтов. Здесь уже даже 14. Поэтому, друзья, если кто-то думает, что здесь в Англии какие-то шикарные, можно себе приобрести шузы, то это уже давно не так. Ну, если, может быть, вы посетите где-то в Лондоне специализированные брендовые магазины, там можно что-то выбрать. Но там уже от 40 фунтов и выше с босоножки обычные стоят. Вот такой шузы зон у нас. Зона обуви. Не знаю, что и сказать. Судите сами, друзья. Сегодня эта церковь католическая открыта. И я хочу вам показать внутри. Я здесь не была. Пойдемте вместе посмотрим. Вот смотрите, как обычно название. Католическая церковь. Вот заходим. И посмотрите, как здесь у них интересно при входе. Вот здесь часовенка маленькая. Здесь все еще стоит елка. На удивление. И посмотрите здесь, какая шикарная вещь. Это, по-моему, как раз Иисус со своими учениками. Есть такая картина даже. Леонардо да Винчи. Тайная вечерия называется. Смотрите, как здорово. Прямо даже вам поближе покажу. К сожалению, против света не видно. Она сделана из мрамора. Здесь также изображение епископа. Какого-то вот. И давайте зайдем внутрь. Я покажу вам ее, эту церковь, совсем недолго, немного. Посмотрите, здесь еще не убрали у нас вот эти вот к Рождеству украшения в церкви, рождения Христа и волхвы, которые пришли к нему с дарами. Это очень распространенное явление. Такая панорама, или как тут сказать, вот они ее делают где-то больше, где-то меньше. здесь вот видите, такая огромная она у самого алтаря. Вот. И посмотрите опять убранство этой церкви. Эта церковь конкретно католическая. Хочу обратить ваше внимание, потому что до этого я вам показывала церкви англиканские. Ну, вот, эта церковь католическая, тем не менее, у нее убранство все то же самое. Посмотрите наверху, какой интересный такой, типа балдахина. и еще раз я вам показываю великолепно сделанная композиция вот эта. Посмотрите. Сегодня у нас вообще-то 12 января и очень странно, что здесь оставлено это до сих пор. Вот видите, вот кафедра здесь довольно современная с хорошим микрофоном. И здесь справа и слева от алтаря вот посмотрите опять эти приспособления для свечек. Свечки вот такие обычные и их тоже можно зажигать. Брать вот здесь внизу, видите? Но здесь написано, что 20 пи. 20 пи это 20 рублей. Знаете, да? И слева тоже точно такая же вот она здесь свечки за 20 пи. Это очень недорого. Здесь почему-то с младенцем стоит мужчина. Это я вообще не знаю. Интересно. С другой стороны хочу подойти. Посмотрите, здесь тоже Иисус Христос. Как-то тоже необычно. Необычно он здесь исполнен. И с другой стороны Дева Мария. Возможно, все эти убранства рождественские здесь остались так надолго. Может быть, это связано с именно ковидными какими-то ограничениями. Потому что, видите, даже елку здесь не убрали. Ну, вообще ничего не убрали. С 25 декабря до 12 января. Это очень странно, что здесь все это еще стоит. Я и сама не верю. А здесь на скамьях вы видите лежат даже вот еще какая-то книга тоже библейская. И вот здесь при выходе тоже много этих книг. Их можно тоже бесплатно брать кто желает. Вообще-то я даже не знаю, что это такое. А это гимны наверное какие-то. праздничные гимны для каждого. Видите как здорово. Можете взять и унести домой совершенно бесплатно. Посмотрите как интересно еще я показываю вам мужчину с младенцем на руках. Здесь очень много каких-то вот таких вот картин. Но они современные. здесь это наверное как приколачивают. Вот видите здесь шаг за шагом показан путь на Голгофу Христа. Вот здесь его приколачивают к кресту видите и написано Иисус пошел на был распят на кресте ради нас. И здесь посмотрите много этих картин Иисус А это вот Иисус несет свой крест на Голгофу Вот здесь ему выносят приговор видите здесь смотрите его уже распяли оплакивают и дальше вот это его сняли с креста видите вот 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 его положили омыли сняли завернули в плащаницу но плохо видно здесь солнце светит вот этот красивейший грот я показывала вам недавно совсем но он совсем не изменился только здесь уже конечно же другие хотя по моему те же самые все растения зимой 12 января и ничего не изменилось вообще только летом здесь вот этот куст с розами он очень красиво цветет который обвивает этот грот со Святой Девой Марией я надеюсь вам понравилось внутри этой католической церкви что-то необычное необычного